В конец войне дачников и энергетиков в правительстве прошли первые примирительные переговоры. Горожан все чаще вызывают в суды в качестве ответчиков. Энергетики пытаются навязать непомерные тарифы за общедомовые нужды. Прогулка с риском для здоровья. Инвалидам-колясочникам каждый день приходится преодолевать городские барьеры. Юные плавцы борются за медали. В физкультурно-спортивном комплексе стартовал турнир по плаванию среди школьников. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ в студии Анастасии Лисовой. В начале выпуска коротко о картине дня сегодняшнего в нашем информационном дайджесте. Мэрия Улан-Удэ объявила о новых дорогих закупках. Более 7 миллионов рублей городские чиновники планируют потратить на праздничную световую иллюминацию. Между тем, дело с обычной подсветкой улиц в Улан-Удэ обстоит очень плохо. Совсем недавно наша съемочная группа обследовала улицы города со специальным прибором. Ни в одной точке освещение не соответствует нормативам. В железнодорожном районе Улан-Удэ открылось новое отделение Федеральной миграционной службы на проспекте 50-летие октября 28-а. Теперь жители Шишковки, Аршана, Орешково, Солнечного, Верхней Березовки и других микрорайонов могут получать паспорта, справки и другие документы быстрее и с большими удобствами. Одну из лучших бурятских картин – фильм «Булак. Святой источник» – теперь можно посмотреть в интернете. Вчера режиссер Салбон Лыгденов выложил свое творение в открытый доступ. Любой желающий может найти его на Ютьюбе. А сейчас о других событиях среды более подробно. К нам в редакцию постоянно поступают жалобы от горожан, которые недовольны неоправданно завышенной суммой в квитанциях за общедомовые нужды. Порой она доходит до 750 рублей в месяц. Управляющие компании разводят руками. Представители энергосбыта пеняют на закон. В проблеме в очередной раз разбирался Баир Цедыпов. Один миллиард шестьсот тысяч за долг из буряки. Причем мы. Причем. Это их не святая работа. Они должны контролировать, должны смотреть. А почему они должны, как говорится, украли эти деньги, а с нас требуют? Это действительно так? Да на компьютере легче всего. За себя платим еще и до того парня. Такими эмоциями нашу съемочную группу встретили жильцы на проспекте Строителей 52. Люди недовольны счетами за общедомовые нужды. Елена Петровна, пенсионерка, отказалась платить почти 700 рублей в месяц за свет в подъезде, чердаке и подвале. Объясняя это тем, что освещения как такового на общей площади дома нет. После чего ей вручили несколько повесток в суд. Да, три повестки у меня. Три повестки. Я сказала, больше я к вам не приду. Подписывать я не буду. С такими случаями жители многоквартирных домов сталкиваются довольно часто. Управляющие компании «Энергосбыт» лишь пеняют друг на друга, словно по отработанной схеме. Во всей этой неразберихе страдают простые жители, которые исправно платят по счетам и не имеют задолженности. Сегодня зампред правительства по развитию инфраструктуры Николай Зубарев отметил, что в каждом случае нужен индивидуальный подход и что в скором времени платить придется только за лестничную площадку. Вопросы возникают. У нас по Густенозерску тут были проблемы. Платили там по три тысячи выставляли, сейчас по 30 рублей платят. Это надо индивидуально с каждым разбираться. Почему именно 700, а не 620? Так тяжело, не видя показаний о чем-то сказать. Но принцип вот такой. Сейчас есть решение суда, значит не будут вообще начислять на чердаки и так далее. В квитанциях исчезнет графа чердаки и подвалы. Однако в большинстве домов там и так не было света. А это значит, что цифры от этого решения на счетах на оплату навряд ли изменятся. А ответы на вопросы, куда и кому идут эти баснословные сборы денег, так и нет. Бояр Цедыпов, Наталья Домбаева, Александр Хомоганов. Первое. Альтернативное. Прекратить войну энергетиков с дачниками. Такое заявление сделал глава республики. Представители правительства Бурятии предложили передать в собственность энергетикам все энергосети, находящиеся в ведении дачных товариществ. Сегодня состоялась встреча всех заинтересованных сторон. За примирением наблюдала Наталья Домбаева. Пошли на мировую. Скандал в СНТ «Сибиряк» вызвал большой резонанс в республике. Сегодня зампред правительства Николай Зубарев попробовал примирить энергетиков и дачников, предложив передать сетевое хозяйство ДНТ ресурсоснабжающим организациям. Вы прекрасно понимаете, есть поручение главы нашей республики закончить войну с ДНТ, выйти на цивилизованный метод расчетов за электроэнергию. Эту ситуацию, которая сложилась, ее не надо доводить. Я еще раз вам повторяю, ту схему, которую предлагаем мы вам вместе с энергетикой, решать вам. И вот почему мы говорим, чтобы потом все ваши члены ДНТ не ходили на дороги, не сопротивлялись. Если они не хотят, обслуживайте сами, да слава тебе Богу. По словам Зубарева, каждая ДНТ вправе выбрать любую энергоснабжающую организацию. И ни одно предприятие не имеет права отказаться от товарищества, независимо от его состояния. Проблем с должниками быть не должно. Однако, как оказалось, отказы все-таки были. И не так-то легко передать сетевое хозяйство в собственность энергетиков. Написала также МРСК Сибири о принятии наших сетей в собственность. Вот их ответ. Отказ. Виктор Васильченко с 2012 года пытается устранить все неполадки, которые ему предписали энергетики. Но до сих пор не может добиться желаемого – передать сети энергоснабжающей организации. Руководители ДНТ обязали оплатить неподъемную для товарищества сумму за тех присоединения, а именно – 640 тысяч рублей. Вот от господина Тюрюханова ответ. Сейчас ответим. Глядя в глаза. Я не знаю, как вот сейчас нам быть. И мы не можем передаться. Мы сейчас больших долгах. Настолько затратились эти деньги на СИП, на установку опорно-покупку трансформатора. И сейчас мы еще должны. Несмотря на оправдание руководителя Улан-Удээнерго, Николай Зубрев явно возмутился о сложившейся ситуации и в открытую выразил свое мнение. В соответствии с постановлением 861 правительства Российской Федерации, СНТ должны подать заявку на увеличение мощности. Соответственно, такую заявку они отказываются писать. Я не могу, не уполномочен нарушить постановление правительства. Они придумывают и все на ходу. Да, есть у нас. Если у нас хорошие российские законы, но у нас есть персонал, есть люди, которые живут в республике. Все, не хочу никаких ваших правительств. Николай Зубревич, давайте под законные акты перейдем на Бурятии, отменим действия. Хочешь, я тебе напишу распоряжение, если ты так трусливый, я тебе напишу распоряжение зампреда правительства. Ну, я хочу... Слышите, разумно. Больше эта тема не обсуждается. И ни с кем ее обсуждать, ни с чем. Главное требование руководителей ресурсоснабжающих организаций подготовить учредительные документы и привести их в соответствие с законом. Кроме того, предоставить список должников, чтобы исключить повсеместно отключение всего товарищества, как это было в Сибиряке. Наталья Домбаева, Вячеслав Батоев, Первая альтернативная. Испытание на выносливость пройтись по улицам города для людей с ограниченными возможностями оказалось делом непростым, особенно по улице Гагарина. Этот участок совершенно не приспособлен для колясочников. Сложный маршрут протестировала и Юлия Пермякова. Несмотря на колоссальную работу, которую проводят общественники, в Улан-Удэ по-прежнему остается много труднодоступных мест для инвалидов-колясочников. Мы решили пройтись привычным маршрутом Алексея. Долго искать препятствия не пришлось. С самого начала пути мы столкнулись с преградой. В городе очень много таких мест, где даже приспособлено, в принципе, для инвалидов-колясочников, для колясок, около каких-то киосков, около каких-то этих, ставят вот такие помосты. И это как бы проблема. То есть, если передвигаешься один, это довольно сложно получается. Ну вот я проехал, в принципе, я проехал без проблем, но среднестатистический инвалид-колясочник, он не сможет здесь проехать. То есть, у меня какая-то там минимальная подготовка, может быть, есть для движения, так сказать, по бездорожью. Это очень сильная преграда. Сходы на тротуар должны быть не уже 90 сантиметров. Однако, не всегда эти нормы соблюдены. Пройдя буквально три метра, нас ждал еще один барьер. Чтобы преодолеть такие участки, нужно иметь отличную физическую подготовку и сноровку. Или обладать способностями паркурщика. Алексею повезло. Передвигаться на коляске его обучали. Мы ездили в Москву, в Подмосковье, в город Нарафаминской. Там как бы, ну, проходили курс владения активной коляской. То есть, потом здесь пытались вот на слетах молодых инвалидов, ну, учить людей, как, ну, двигаться, как бы, чтобы какие-то минимальные преграды, но такие, как эти, можно было преодолевать. Однако, таких, как Алексей, кто самостоятельно может передвигаться по улице без посторонней помощи, единицы. У Николая Беломестного дочь с рождения не может ходить. Каждый выход на улицу для девочки и так подмахнет, не говоря уже о преодолении полосы препятствий. Нам нужно будет и пройти какие-то там процедуры, или тот же, допустим, флюорографию сделать. Вот пройти только там, на той улице можно, на Московской, да, 6-й поликлинике. Ближе здесь нету. Чтобы туда попасть, нужно ехать именно по проезжей части. Иначе никак. На Адоне, вот здесь, если препятствия, да, то на Адоне там вообще тротуара нету. В таких случаях российское законодательство предусматривает установку съездов и пандусов только при реконструкции проблемного участка дороги. Однако, даже на отремонтированном тротуаре не всегда можно совершить прогулку. В годы три, даже четыре, наверное, тому назад было очень много судебных исков, да, со стороны прокуратуры именно на создание доступности на пешеходной дорожной сети. Мы выиграли эти суды, мы выступали как третья сторона заинтересованная, выиграли эти суды. И вот в прошлом году администрации города было выделено 3 миллиона средств именно на безбарьерную среду. Чтобы выяснить, когда же маломобильные граждане Улан-Удэ смогут передвигаться по улице Гагарина, мы обратились в управление по строительству дорог. Однако, руководитель пока отказался комментировать, сославшись на то, что он совсем недавно возглавил ведомство и только вникает в проблемы города. Мы будем ждать, когда это все-таки случится. Будем надеяться, что мы станем первыми, кто узнает, что в год столетия Юрия Гагарина улица с одноименным названием превратится в территорию без барьеров. Юлия Пермякова, Евгений Козлов, Алексей Ионов. Первая. Альтернативная. Юлия Пермякова, Евгений Козлов, Алексей Ионов. И осталась начальная школа в Хачи, очень далеко, это весь поселок. Если объехать, это не только наша войсковая часть, это поселок с этой стороны железной дороги и на следующей стороне железной дороги. Вот он обучается в этих школах. И поэтому, конечно, неудобно возить автобус. Часть детей ездит в Сосновый Бур, часть в 52-ю, кто-то в 15-ю и так далее. Вот. Это самые больные вопросы. Если вы также столкнулись с несправедливостью, звоните нам по телефону 45 4309. Мы обязательно приедем, запишем ваше обращение, покажем его в эфире и отправим чиновникам, которые за это отвечают. Республиканские газеты подготовили интересные публикации. Так, информполис совместно с читателями составили рейтинг плохих дорог Улан-Удэ. Слово Владимиру Банчикову. Здравствуйте, я Владимир Банчиков. Это наша традиционная рубрика «Золотые перья. Обзор свежих республиканских газет». МК в Бурятии советует городским чиновникам быть осторожнее. Работать под началом Александра Голкова становится опасным. Того и гляди засудят. Как только запахло жареным, в дело с закупкой мусорных баков вмешались Уфас и прокуратура, Александр Голков заговорил по-другому. Теперь он уходит от ответа, прямо заявляя, что он вообще-то мэр, что его обязанность по закону – это политика и ничего, кроме политики. А мусор и прочие хозяйственные дела находятся в компетенции администрации Улан-Удэ, возглавляемой Евгением Пронкиновым. А за покупку баков вообще отвечает комитет городского хозяйства, возглавляемый Алексеем Хандархайвым. То есть за все в ответе Пронкинов и Хандархайв. Номер один обнаружил, что лекарства в бурятских аптеках резко подорожали. Цена на фруцелин, стоивший в свое время 4,5 рубля, теперь поднялась до 60 рублей. Управление и Федеральные службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по республике уверены, что местные аптеки тут ни при чем. Из этого следует довольно неутешительный вывод. Цена образования на фармацевтическом рынке у нас, судя по всему, беспорядочная и слабо регулируемая, причем не только в Бурятии. А значит, жители республики в любой момент может ожидать многократное повышение цены на любой препарат. Читатели информполиса составили рейтинг плохих дорог Улан-Удэ. На протяжении двух недель редакция проводила опрос среди горожан. По поводу состояния дорог в нашем любимом городе картина получилась довольно печальная. На карте отмечены практически все основные городские магистрали, включая и те ямочный ремонт, на которых проводился совсем недавно. На этом у меня все. Увидимся в следующую среду. Серебряный год для бурятской лыжницы. Алиса Жамбалова вернулась с медалью за второе место с чемпионата России по лыжным гонкам. Спортсменка в составе эстафетной команды впервые выступила на взрослом чемпионате и сразу принесла победу стране. В целом сезон для Алисы выдался успешным. В конце января лыжница два раза поднималась на пьедестал почета первенства мира среди юниоров до 20 лет. Также она успешно выступила на всероссийских соревнованиях. Вторая половина сезона тоже очень яркая выдалась. Там чемпионат мира по юниорам, приглашение на этапы Кубка мира среди взрослых уже. И, конечно же, последний старт чемпионата России. Сезон выдался, конечно, на уровне. Я довольна, что выдержала столько стартов. И показала себя на хорошем уровне. Добавлю, что занимается с Алисой ее папа заслуженный тренер Бурятии Саян Жамбалов. После удачных выступлений на взрослом чемпионате России Алиса планирует отдохнуть дома. Она растет в многодетной семье и, по словам ее папы, силой юной спортсменке придает общение с родными. В бассейне физкультурно-спортивного комплекса стартовал восьмой межрегиональный турнир по плаванию среди школьников в памяти подполковника ФСБ России Игоря Фурсы. Турнир собрал более ста участников со всей республики и ближайших регионов. Как прошли соревнования, знает Александра Гаврилова. Игорь Фурса, выпускник 14-й школы, погиб при выполнении служебного долга в 2003 году на Северном Кавказе. Организаторами турнира его памяти выступили коллектив гимназии номер 14 и спортивное общество «Динамо». Начинался он с малого количества участников в бассейне 14-й школы. Сейчас при помощи управления ФСБ, при помощи «Динамо» мы вышли на бассейн ФСК. Количество участников уже порядка 120 человек, 8 или 7 ли команд. География турнира расширяется. Ребятишки с удовольствием занимаются этим видом спорта. Вода успокаивает, снимает стресс, помогает получить разрядку. У детей становится крепче сон и улучшается аппетит. Маленькие спортсмены поделились своим мнением. Почему я хожу на плавание? Ну, чтобы побеждать, забывать медали, ну и просто ходить плавать. Чтобы с тренером много времени проводить, чтобы он меня гонял, учил много. По словам организаторов, турнир дает импульс развитию детского спорта в республике. Победители будут представлять Бурятию на российских соревнованиях. Одновременно эти соревнования являются отборочными для того, чтобы участвовать в соревнованиях в Иркутске на пресе героев Советского Союза Цуканова. Ну и популяризация спорта. Подобные турниры воспитывают в детях характер, желание побеждать и, что может быть, самое главное – чувство патриотизма. Александра Гаврилова, Алексей Ионов, Алексей Верник. Первая альтернативная. У меня все к этому часу. Сразу после новостей смотрите рубрику «Улан-Удэ-Лайф». О новости можно узнать и на нашем сайте байкалдефиз.атв.ру Заходите, задавайте вопросы, комментируйте, делитесь событиями. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова